Ежегодно в конце августа, начале сентября, вся медицинская общественность страны бьет тревогу. Статистика показывает, что неправильное приготовление грибов в сборах вблизи промышленных предприятий, дорог и автотрасс, а также неумение отличить съедобные грибы от несъедобных, может вести к тяжелым последствиям. Наиболее уязвимая категория – дети. Ведь то, что взрослый человек перенесет со средней степенью тяжести, у ребенка может вызвать непоправимое последствие. Сейчас сезон, конец лета и начало осени растет количество отравлений грибами. Поэтому, учитывая, что это достаточно злободневная тема, хочется как-то немножко акцентировать именно на этом внимание. Отравление, особенно отравление в детском возрасте, к сожалению, это достаточно частая причина обращения за медицинской помощью, в частности, к нам в отделении, к нам в наше учреждение здравоохранения. Причиной наиболее тяжелых отравлений является ошибочное употребление в пищу грибов рода мухоморов, в частности, бледной поганки. В 95% случаев отравление дикорастущими грибами происходит в результате неправильной идентификации съедобного и ядовитого вида в прелюбительском сборе грибов. Это связано как с недостаточной осведомленностью населения о свойствах грибов, так и с отсутствием достаточных знаний об их внешнем виде. Наиболее опасное – это отравление бледной поганкой и условно съедобными грибами. Бледная поганка, ну скажем так, признана самым ядовитым грибом в мире. Признаки отравления уже начинаются после употребления грибов в пищу где-то в течение нескольких часов. Начинается это все с общей слабости, недомогания, тошноты, многократной мучительной рвоты на фоне головной боли и головокружения. Могут присоединяться признаки повреждения нервной системы, такие как расстройство зрения, галлюцинации, вплоть до развития судорожного синдрома. Это все может проходить на фоне повышения температуры тела. Поэтому если есть случай, факт употребления в пищу грибов взрослых, детей, даже если они собраны опытными грибниками и появились симптомы, в принципе, вышеперечисленные, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Важно помнить, что отравление может наступить не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от так называемых условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления. Их плодовые тела содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравление. Помимо употребления в пищу ядовитых грибов, отравление можно получить при употреблении условно-съедобными грибами, если были нарушены принципы их кулинарной обработки. То есть мы помним, что необходимо все грибы отваривать, отвар сливать, промывать проточенной водой, то есть никогда не употреблять грибы в сыром виде. Даже если из леса перенести съедобные грибы и вовремя их не обработать, тоже можно получить отравление. Потому что грибы это скоропортящиеся продукты. Поэтому как только пришли из леса, все дары нужно сразу же в ближайшее время промыть, переработать, не допускать их длительного хранения. Родителям хочется напомнить, что грибы должны быть исключены из рациона, вообще питания детей. На это есть несколько причин. Во-первых, грибы сами по себе очень тяжелая пища. Обусловлено это тем, что в грибах содержится хитин. Это вещество для расщепления, которых необходимы ферменты. А в человеческом организме этих ферментов нет. А у ребенка, особенно у ребенка раннего возраста, когда пищеварительный тракт находится только на стадии формирования, этот продукт является особенно тяжелым. Во-вторых, грибы, учитывая их особенность строения, они как губка. Они впитывают, накапливают в своей структуре, из окружающей среды, многие токсичные вещества, соли тяжелых металлов и прочее. Но если уже совсем родители хотят потихонечку вводить в рацион грибы, то начинать нужно с небольших объемов и именно промышленные грибы. То есть что выращены на специальных предприятиях и не ранее семилетнего возраста. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Олеся Столярчук. Новости Бреста.